Чтобы передать идею зрителю и привлечь его внимание к определенному объекту в кадре, профессиональному фотографу часто приходится прибегать к различным уловкам. Например, главный объект можно поместить в фокус, размыв фон, выделить его цветом или светом. Однако фотографам-любителям нередко не хватает мастерства и знаний, поэтому их снимки зачастую выглядят незавершенными. К счастью, подобные недостатки легко исправляются с помощью Photoshop. В этом примере мы рассмотрим один из способов эффектного представления объекта в кадре. Откроем Photoshop фотографию, с которой будем работать. Мы выбрали фотографию женщины, сидящей на диване. Попытаемся сделать так, чтобы внимание зрителя было отвлечено от дивана и сосредоточено только на ней. Создадим копию слоя. Необходимо отделить главный объект от фона, поскольку у женщины длинные волосы, самой большой проблемой будет выделить именно участок головы. Для этой цели подойдет фильтр Extract. С помощью кисти нарисуем линию вдоль выделяемого контура. Кисть меньшего диаметра позволит добиться более точных результатов. Используем инструменты масштабирования объекта. Перемещение для увеличения нужных фрагментов фотографии. После того, как контур будет выделен, нажмем кнопку Fill и щелкнем в центре выделения, тем самым определив вырезаемый фрагмент. Чтобы посмотреть, как будет выглядеть слой после применения фильтра, нажмем кнопку Preview. Сейчас у нас есть два слоя. На нижнем помещена исходная фотография, на верхнем только вырезанный участок. После применения фильтра Extract, по контуру отделенного объекта имеются проблемные участки. Их можно устранить с помощью инструмента Lastic. Подбирая значение жесткости и размера ластика, удалим лишнее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Поработаем над фоном изображения. Выделим нижний слой и применим к нему фильтр Grain. Установим для параметра Intensity значение 31, а для параметра Contrast 18. Тип зерна выберем вертикальный. Теперь у зрителя создается впечатление, что обстановка, окружающая девушку, это старая потертая фотография. Усилим этот эффект, придав фону желтоватый оттенок бумаги. Для этой цели воспользуемся командой Photo Filter. Желаемый эффект достигнут.